Судебное заседание по делу об убийстве Анзора Тарба в здании МВД в 2019 году началось с допроса свидетеля обвинения, который ходатайствовал о зачтении его показаний из материалов дела. Уже ночью, то есть 11 июля 2019 года, примерно в 0 часов 00 минут, точно по времени, точно время я не помню, я вместе с Чуларей вернулись в МВД Республики Абхазии. К моменту нашего прибытия мы заметили во дворе автомашину скорой помощи и большое количество сотрудников из разных подразделений. Но кто именно по именам уже не помню. Наших сотрудников в УКОН там не было. Поинтересовавшись у кого-то из сотрудников милиции, нам сообщили, что в здании МВД Республики Абхазия скончался какой-то задержанный гражданин по фамилии Тарба, который мне неизвестен. Как я понял, врачи скорой помощи уже находились в здании МВД Республики Абхазия. Из показаний свидетеля данных ранее следует, что ему не было известно достоверно о происходящем в здании МВД. Однако из материалов дела известно, что с телефона свидетеля совершался звонок на стационарный номер Бюро судебно-медицинской экспертизы, а также в дежурную часть УВД и МВД. Сторона обвинения задала свидетелю уточняющие вопросы об упомянутых материалах. Когда вы приехали в здание МВД, непосредственно руководство министра и замминистра, они были во дворе здания? Во дворе я их не видел. Скажите, пожалуйста, а вот в тот день, когда вы стояли во дворе, кто-либо вас просил о какой-либо помощи, например, поехать за судмедэкспертом или позвонить, вызвать скорую помощь, позвонить в дежурную часть? Не помню, честно говоря. Вот согласно той же распечатке, которая приобщена к материалам уголовного дела, указанному в дежурную имени, с вашего телефона был произведен звонок в дежурную часть. Вы помните, вы звонили в дежурную часть? Ну, я руководитель, я в дежурную часть могу звонить по тем или иным вопросам, за что угодно. Также из материалов дела следует, что свидетель приезжал в район местоположения здания судмедэкспертизы. Свидетель заявил, что конкретно в морге в ту ночь не был. Скажите, пожалуйста, вот в этот вечер вы выезжали в район универсама, непосредственно в тот район, где находится морг, судмедэкспертизы? Не, в морге точно не был. Вы не были, да? Ну, опять-таки, согласно распечатке ваших телефонных звонков, вы позиционировались в 4 часа утра примерно в этом районе, где расположены? Не, ну, сейчас базировались, а там же вам базовая станция морг же не показывает. Я могу там рядом находиться, полгорода может охватывать. Сторона защиты также акцентировала внимание на упомянутых ранее материалах дела. Однако свидетель, ссылаясь на забывчивость, не ответил на ряд вопросов. Второй допрошенный свидетель – один из сотрудников этапировавших Анзора Тарба из Глорыбшского ОВД в здании МВД. Из его ранних показаний следует, что свидетель получил приказ об этапировании Тарба, и на момент перевозки состояние Анзора Тарба было стабильным. На пути следования арестованный Тарба вел себя спокойно, ни с кем, ни с присутствующим в машине не разговаривал. Примерно в 20-30 мы доставили Анзора Тарба в МВД Республики Абхазия, поднявшись с последним на третий этаж. Через центральный вход завели его в служебный кабинет через диамоки. Последний, увидев арестованного Анзора Тарба, сказал нам, что мы можем его оставить в его кабинете. Стороны также задали свидетелю ряд уточняющих вопросов.